Здравствуйте, коллеги, с вами Исяков Роман, компания Драмаркетс и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня мы обсудим начало поставок компании FedEx и UPS уже первых вакцин по США, а также поговорим, безусловно, о том, что нам стоит ждать на этой неделе. Ну а прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк к этому видео и ваши вопросы оставляйте в комментариях. Ну а также я в самом начале напомню, что в эту среду, 16 декабря, у нас пройдет завершающий в этом году вебинар с Александром Элдером, поэтому также на него приглашаю, ссылочка будет в описании к этому видео. Ну а начнем мы с информации по вакцинам от Pfizer в пятницу, где подписала разрешение на использование вакцины, ну и, собственно, длительно начали готовиться к поставкам. Уже первые поставки начнутся в понедельник и, собственно, затронут все штаты США. То есть в первую очередь будут вакцинироваться, которые работают на передовой, связанной с здоровьем, то есть работают в первую очередь в больницах, медперсонал, и первая вакцинация пройдет среди них. Ну и уже компания UPS, FedEx, опять же, они выступают в данном случае самыми бенефитарами данного предприятия, ну и, в принципе, как всего коронавируса, это они будут заниматься доставками по США. Соответственно, сейчас мы также видим то, что это определенный позитив, да, безусловно, для рынка. Прошлая неделя завершилась для фондового рынка под знаком коррекции, хотя все равно торговались недели выше открытия, и, соответственно, на текущий момент уже некоторые котировки открылись по фондовым индексам с ГЭПом. Соответственно, позитив это сейчас на рынок также, безусловно, влияет. Ну и то, что ждут, это все-таки решение по новому пакету стимулирующих мер. Если он будет принят, то, опять же, дальнейшее движение здесь будет более вероятно, да, на продолжение как раз роста. Но топливо потихоньку заканчивается. А еще пару слов скажу про FedEx, про UPS. То есть, ну, на самом деле, компании, которые стали такими бенефициарами как раз той ситуации, которая произошла, да, то есть все стали пользоваться доставкой, и в том числе сейчас и вирус, ну, вакцина от коронавируса будет доставляться с помощью этих служб. Акции компании выросли там в среднем на 200-250 процентов, начиная с марта. Хотя до этого находились в нисходящей формации. Ну, а теперь давайте посмотрим, что у нас происходит на этой неделе. На этой неделе, пожалуй, ключевое событие, на которое стоит обратить внимание, это решение по процентной ставке, хотя мы не ожидаем каких-то серьезных изменений. Если мы посмотрим на сайт FedWatchTool, то, собственно, здесь мы снова с вами увидим то, что пока 100% вероятность, что 16 декабря ставку не поменяют, 27 тоже, в марте тоже. В апреле, соответственно, тоже мы это видим, в июне то же самое. И вот, ну, хотя в июне уже начинается, вот июнь-сентябрь, 2% есть вероятность того, что ставку могут начать повышать. То есть фактически до этого периода времени политика останется той, которая есть сейчас. Ставки продолжат удерживаться на около нулевых значениях. Но, собственно, тот вектор движения, которого мы сейчас видим на рынке, он, скорее всего, будет также продолжаться. Ну, а теперь разберем тоже, в принципе, это из основных инструментов. Это то, на что стоит пока обратить внимание. Также выйдут данные по, ну, пройдет, безусловно, пресс-конференция после решения ставки по ФРС. И также будет решение Банка Англии по процентной ставке. Но, опять же, здесь с большей вероятностью он останется на прежнем уровне. И по Великобритании это на целых 0,1%. Соответственно, теперь давайте посмотрим по ключевым инструментам, что сейчас происходит на рынке. И начнем мы, как всегда, с евро-доллара. Евро-доллар у нас продолжает пока свое восходящее движение. Собственно, здесь я для себя жду коррекции, чтобы зайти по более интересной цене. Но на текущий момент мы с вами можем видеть то, что пока четверг здесь покупатели несколько переломили ход как раз той коррекции, которая была. Ну, здесь сложно было назвать это коррекция. То есть, это все-таки был боковик. И сейчас цена вновь пытается вернуться на 1,2170 и уйти уже дальше на 1,22. С текущих уровней я входить не буду. Будет более затяжная коррекция. Тогда зайду. А по британской валюте. Вот тут чуть более интересно. По британской валюте здесь мы видим более затяжную коррекцию. На текущий момент сегодня открылись также с гэпом. И фактически вот с текущих уровней можно было бы попробовать как раз данную позицию найти. Здесь я для себя поставлю. Ну, вот вместе с вами мы это можем сделать. То есть, я не сделал это до видео. Но, собственно, вот с текущих уровней по британской валюте, в принципе, выглядит вход довольно-таки неплохо. И давайте посмотрим стоп-лосс 1,31,22. То есть, вот таким образом здесь я бы сюда попробовал войти, если, соответственно, движение здесь будет еще коррекционным. Посмотрим, нет, это слишком много в рисках. Удалю, поставлю только одной сотой лота. И чуть меньше все-таки я возьму риск, чем полпроцента. И попробую таким образом. То есть, вот фактически по многим инструментам, я думаю, что вы уже обратили внимание, что у меня не так много сделок было за последний месяц. Только золото я покупал, но рынок не дает. Зато были интересны возможности именно на фондовом рынке, именно с точки зрения добавления акций в инвестиционный портфель. Я сейчас ставлю здесь, чуть-чуть я скорректирую стоп-лосс поближе сюда. То есть, вот если будет вот эта коррекция, если пойдем закрывать гэп, как раз который был, и чуть ниже опустимся, то есть, вот по этой цене я бы вошел в перспективе как раз обновления локальных максимумов, которые мы видели на 4 декабря. 4 декабря, то есть, где-то 1.3540. То есть, вот такой пример сделок, который я для себя выбираю и как я их, собственно, также выставляю. То есть, вот виден диапазон, видно движение, где я хочу войти, видно соотношение риск-прибыль. И в этом случае как раз вот в такую сделку я обошел. То есть, опять же, сейчас входить в нее потенциал движения, как и потенциал риска один к одному. Но вот если будет коррекция, тогда такая сделка будет уже более-менее интересной. Конечно, сейчас можем уйти просто в рост и без коррекции. Без этого, конечно, никуда. Эта вероятность сохраняется, но тем не менее, если эта коррекция будет, то я войду. По паре американский доллар, канадский доллар. Здесь торгуемся вблизи минимальных значений. Пока минимум, который был в четверг, мы еще не обновили. Но общее движение сохраняется нисходящее. Опять же, по текущим минимум я входить не буду. Будет коррекция, тогда буду рассматривать для себя дополнительные точки для входа. Но пока мы видим, что ничего не меняется. Уже на протяжении нескольких недель движение нисходящее по данным валютным парам сохраняется. Пара американский доллар и японская иена делают попытки выйти как раз из того треугольника, который мы ранее отмечали в зону нисходящего движения. Но пока все еще мы видим сужение амплитуды, которая у нас идет в день декабря. И пока мы минимум начало декабря не обновили. Поэтому пока все-таки здесь сохраняется, опять же, боковик. То есть тут я до момента выхода как раз этого БКВК ничего предпринимать не буду. Но для себя больше рассматриваю движение восходящее, после которого я буду как раз искать возможности продать. То есть от уровня 105-105, 105-50 от этих уровней продажи я бы уже входил. По австралийцу новый локальный максимум был сформирован в пятницу. Сейчас также на открытие цена продолжает обновлять, ну уже торгуемся выше открытия и движемся на обновление вновь локальных максимумов, которые здесь были по 75-71. Соответственно, пока опять же мы торгуемся все выше и выше, соответственно, вероятность коррекции на все становится также более вероятной. Поэтому здесь я буду ждать для себя коррекцию, заходить уже на продолжение роста после данной коррекции. То же самое по новозеландцу. То есть да, были интересные заходы как раз в начале ноября, но после этого рынок практически никаких коррекций, никаких откатов не давал. Поэтому здесь в данной валютной паре я тоже не входил. А золото, соответственно, золото продолжает двигаться в нисходящем диапазоне. К сожалению, у меня цена не дошла до моего отложного ордера на вход на данную продажу. Но в целом общая динамика также сохраняется нисходяще. Особенно если мы сегодня обновим локальный минимум, который был сформирован по цене 1823 доллара за тройскую унцию, то вероятность продолжения снижения 1760-1750, она уже будет более вероятна. То есть мы видим, что золото за такие два дня стоит в таком боковике. Соответственно, с другой стороны, если мы уйдем выше отметки 1847 по золоту, то вероятно развитие еще одной волны восходящего движения здесь как раз последует. Тогда уже после обновления локальных максимумов 8 декабря можем увидеть еще один заход. Ну, если посмотреть по дневному таймфрейму, то в область 1888-1900 мы можем вполне сходить. И оттуда тогда я еще раз попробую искать продажи, но не по текущим ценам. Индекс DAX скорректировался в пятницу, мы видели. И, собственно, сегодня уже отыгрывает то снижение, которое было. Рынок открылся позитивно, но пока все еще мы торгуемся ниже максимума, которые были сформированы в пятницу. Поэтому пока можем видеть то, что движение нисходящее, по крайней мере, по индексу DAX продолжается. Неплохо скорректировались. Если будет еще одно продолжение снижения в области 12850, то с этих уровней тоже для себя попробую рассмотреть покупки. Но пока заходить тоже не буду. СНП. Вот по СНП здесь я все-таки думаю, что можно попробовать заходить на продолжение. Конечно, хотелось бы увидеть движение в область 3500, но не факт, конечно, что это произойдет. На этой неделе будет экспирация фьючерса по СНП 500. В конце как раз включат Тесла в пятницу. Неделя довольно-таки интересна будет. Я думаю, что для СНП 500 довольно-таки волатильной. И я для себя, то есть, опять же, сегодня рынок открылся с небольшим гэпом после закрытия пятницы. Торгуемся выше максимальной значения пятницы. Соответственно, здесь я тоже для себя поставил положенный орден на небольшую коррекцию. И попробую для себя вот эту сделку 1 соотношением 1 к 3 как раз получить. Опять же, вход по текущим ценам не интересен, потому что мы рискуем такой же суммы, которую я вижу для себя как потенциал данного движения. Но если будет коррекция, то к СНП 500 я бы тоже присоединился в данном случае. Поэтому пока ждем. Ждем, будет реализован данный сценарий. Ну а нефть марки Brent продолжает расти. На прошлой неделе был локальный максимум уже выше отметки 50 зафиксирован. Сейчас также цены на CVD по нефти марки Brent подрастают. Ну и, соответственно, ближайшие цели это уход выше максимальных значений, которые были 10 декабря. Это обновление локальных максимумов, которые были по цене 50-97, то есть практически 51 доллар по нефтемарке Brent. Соответственно, вряд ли мы здесь можем, конечно, ожидать взрывного роста. Но диапазон 50-60 вполне можем увидеть. И нефть может продолжать также отыгрывать позитив с точки зрения распространения уже вакцины, восстановления работы экономики. И, в принципе, здесь по нефти пока наметился восходящий тренд. И я думаю, что на пару месяцев его, в принципе, должно хватить. Ну а дальше уже будем смотреть, как будут восстанавливаться как раз производства, будет восстанавливаться потребление нефти. И тогда уже вернемся еще раз. Ну, безусловно, будем периодически так же возвращаться. Ну, на сегодня это все. Как я уже сказал, то есть из-за макроэкономических событий это важно обратить внимание на решение по процентной ставке. Ну, в первую очередь, скорее всего, ставка останется на прежнем уровне. Но, возможно, что-то уже на заседании ФРС будет сказано дополнительно. Также позитивом сейчас на рынке является начало поставок вакцины именно по США. Ну, в первую очередь, для рынка, фондового рынка США это является. Ну, и для всех других тоже, так как США является таким главным как раз рынком для многих стран. Поэтому на сегодня это все. Всем желаю хорошего дня. Увидимся с вами в среду. Не забудьте поставить лайк этому видео. Ну, а ваши вопросы, которые появились, обязательно оставляйте в комментариях. Всем спасибо за внимание и до свидания.